Сегодня у нас какое? Наверное, 14-е уже августа. Я уехала к этому омуту. Ферма, оказывается, была овчарная, там овечек выращивали. Мне сказала моя соседка, сказала, что по району по большей части везде коровы были и отдельно только овцы, только вот в Хамино-Степаново. Хотя у бабы Нины были овцы вместе с коровой, ну как бы это чисто держали, она сама их семья. А вот так, чтобы ферма полноценно была только одна. Вчера был дождик, к вечеру, и вот сегодня хотелось сначала утром, но было как-то очень пасмурно, потом решила после обеда. Потом дороги меня немного задержали люди, вот я все-таки до сюда доехала. Тут такие несколько серые тучки. Интересно, у меня на экшен запишется попутно мой голос, потому что она сейчас включена. Я сейчас все-таки попробую чуть-чуть спуститься вот в ту сторону, где эту череду тогда нашла. Но отдельно за растениями я уже поеду в какой-нибудь другой день, завтра планирую прилуки. Вообще меня сейчас по пути как бы приглашали в прилуки, но была такая ситуация, во-первых, я без денег. Люди ехали за мороженым, во-вторых, 15 градусов, какое мороженое, а не в куртках. Я, конечно, сейчас в футболке, но я ехала изначально вон в том желтом ситере поверх футболки. И сзади у меня красная куртка на багажнике. И вот я стою, пристягиваю на багажнике красную куртку, слышу голоса и голоса. Один из голосов говорит, что мой, ну, как я потом уже поняла, мой велик, он весь такой разваливался прямо на глазах, рассыпался. Я думаю, если мой велик рассыпался, зачем ты на нем в прошлом году без спросу каталась? Если он рассыпался так, что прям на руках вот у меня рассыпается, прям по песчинкам, то зачем ты в этом году его просила? И вот смотрите, люди. Я, конечно, понимаю, что надо не обращать внимания и все такое. Вот здесь вот слом явно не сам отвалился, и оно держалось, этот звоночек на гвозде. И, короче, один мой, ну, не то чтобы близкий человек, один мой родственник открылся для меня совершенно вот с другой стороны. Мне кажется, камера не очень заряженная, я сейчас только заметила, но я постараюсь на нее особо сегодня не писать. И решила больше не негодовать. Ну, если, конечно, какого-нибудь еще сверхфееричного не произошло за последние два дня, я не знаю, будет сейчас ловиться связь у куста смородины или нет, я принципиально за смородиной поехала, но решила, что можно, в принципе, проехать, раз вообще камеру нацепила. Экшен. В общем, я даже специально ехала медленнее, чтобы люди подумали и поняли, что я как бы не за ними, не с ними, и мне с ними не по пути. Прилык я собираюсь завтра, есть, должна быть уже хорошая погода, ну, еще лучше, чем сейчас. И надо мне купить черного хлебушка, а еще к начальной школе шиповничек собрать. Все, я думаю, пока я выключу камеру. Может быть, если там вот как-то что-то интересное будет, то включу, но пока оно впишется на экшен.